Здравствуйте! Я ученица 10-го кадетского класса в школу номер 8. Представляю вашему вниманию работу. Владимир Васильевич Атласов, человек, покоривший Камчатку. Владимир Васильевич Атласов обошел вместе со своим отрядом практически весь полуостров Камчатка. Атласов и его люди не были первооткрывателями края чудес. Современники назвали Атласовым Камчатским ярмаком и свидетелем Камчатки. Я решила выяснить, что здесь слуга этого человека для России. Сам Владимир Васильевич мягкостью и приятностью общения не отличался. Это был человек недюжинного ума. Он обладал огромной физической силой и железным здоровьем, большой наблюдательностью. Посмотрите на сибирские просторы. Смогли бы мягкие и покладистые люди за какой-то век присоединить их к России. Предками Владимира Атласова были простые крестьянцы. Детские и юношеские годы будущего землепроходца прошли в нужде и постоянных скитаний с казаками по сибирской тундре. Лишения и преодоления трудностей закалили его характер. Он рос жестким, целеустремленным и честолюбивым человеком, который решил во что бы то ни стало пробить себя в глубине жизни. Успешному осуществлению планов способствовал и тот факт, что Атласов был грамотным человеком, а по тем временам для сибирской глубинки это было большой редкостью. В Якутске Атласову удалось устроиться на государственную службу, где он смог зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Дослуживший до пятидесятника был назначен приказчиком Анаджерского острога. Уже тогда Владимир Васильевич обратил свое внимание на полуостров, который благодаря его старанию придет в состав русских земель. В 1697 году Владимир Атласов организовал экспедицию, о которой давно мечтал. Возглавив отряд из 120 человек, он отправился в поход на юм от Анаджерского острога. К тому времени Камчатка уже была открыта, однако очень плохо исследована. Но именно с его похода началось целенаправленное освоение Камчатки. Две с половиной недели отряд Атласова двигался на юм вдоль Охотского моря на аллеях, а потом пошел на восток, через южную часть Средних хребетов, Калютерскому заливу. Здесь отряд разделился на две группы. Соранник Атласова, казак Кука Морозко, с небольшим отрядом отправился исследовать восточные земли полуострова, а Владимир Васильевич и западное побережье. Затем обе группы соединились, чтобы совершить совместное путешествие по центральной части полуострова. Поход Атласова можно смело назвать завоевательным. Ему удалось подчинить местные племена и обложить натуральным налогом. В 1700 году Атласов прибыл в Мельбутский острог, где систематизировал собранные в ходе похода материалы, написав подробные сказки. Сохранились две сказки Владимира Васильевича. Эти первые письменные сообщения о Камчатке являются выдающимся для своего времени по точности, ясности и многосторонности описания полуострова. В этих сказках Атласов очень подробно рассказывает о всех обстоятельствах своего знаменитого похода. В них землепроходец собрал огромное количество сведений о рельефе, климате, флоре и фауне. К сказкам прилагалась и первая карта Камчатки. Атласов знакомит с бытом и жизнью коренных народов, которые описывал так. Пустобородный, лицом русаковатый, ростом средний. Впоследствии он дал сведения об оружии, жилищах, пищи, обуви, одежды и промыслах коряков. Через год Якутский воевод отправил Атласову в Москву с отчетом о походе. В числе прочего он привез с собой потерпевшего кораблекрушения на Камчатке японца из города Осабра. Благодаря Атласову русские впервые увидели японца и узнали о существовании новой страны, находящейся по-соседству. Камчатский поход Атласова положил начало окончательному закреплению Камчатки в Россию. Во время похода на Камчатку раскрылся со всей ясностью облик Атласова, сибирского казака-завоевателя, своенравного, решительного и предприимчивого человека, смелого и не останавливающегося ни перед чем при достижении поставленной цели. Поход Атласова создал все условия для дальнейшего исследования русскими землепроходцами северо-восточной части Евразии и начала торговых отношений между Россией и Японией. Владимир Васильевич доказал, что Камчатка это полуостров, а не остров, как это считалось ранее. Создал подробные карты и описание особенностей рельефа, фауны, флоры, климата и населения. Им были представлены ценные сведения о Японии, Аляске и Курильских островах. Благодаря Владимиру Васильевичу Атласову началось активное освоение Дальнего Востока и присоединение его к государству российскому. Я использовала следующие источники информации. Спасибо за внимание.